а на x не убьет свои на и драгонайта я все все сразу вижу наперёд смотрите у на x заканчивается рейдж драгонайт его ставят на три с половиной секунды на 325 сколько там или драгонайт врывается даггера станет вот до рейджа если он станет его до рейджа своим под ультой его убивает или дистратор ставить на него ульту драгонайт и свин они просто его в блять в порошок разотрут на x может выиграть у драгонайта если догонять один единственный керри до на x может на x не может выиграть у свена и драгонайта когда у него нету больше в команде ни одного хотя бы полу лейта посмотрите на x единственный герой который в теории может быть хардкерри единственный не как бабка сдвинулась сорянного на x единственный герой который может быть в теории хардкерри здесь четыре героя, Квапа может быть полукерри, да, сами керри, савинсер в теории, там, в какой-то параллельной вселенной, не в нашей вселенной, в этой игре он не будет керри, может быть тоже полукерри. На практике мы будем иметь лайфстейлера, который у них хардкерри, клокверка саппорта, батрайдер с даггерами, форстафами и т.д., то есть, ну, это саппорт. Если герой стоит на харде, это не значит, что он керри. Это саппорт тоже будет, потому что, ну, форстаф, даггер и т.д., батрайдер это всегда саппорт. И Квапа будет пытаться сами керри быть. В какой реальности найкс плюс queen of fame как коры, как коры с такими вот саппортами, раз, два, три, в какой реальности они способны противопоставить, в какой реальности может быть конкуренция против свена на фрифарме и драгонайта. Драгонайт скорее всего не будет фрифарме, драгонайта, наверное, загнобят, потому что драгонайт будет стоять на меде против Квапы, поэтому Квапа, скорее всего, загнобит драгонайта, но я не уверен, это не точно. Посмотрим на игру саппортов от Radiant. Тут очень важно пикнуть сейчас что-то хорошее. Какого-то... Я знаете, кого бы пикнул? А давайте-ка Огрымага. Если он не в бане. Работяги, Огрымага, можете пикнуть? Или что-то типа, что-то такое на уровне, знаете, с дисраптором в смоке побегать. Типа, нажимаем смок. Даем преимущество Свену вначале игры. Дисраптор немножко стоит Свеном. Потом идут в смоке два саппорта. Идут помогать Мидеру, Драгонайту. Ну, нюкс, ну... Ну, я бы не сказал, что это идеально. Ну, нюкс, ну, такое, бля... Ну, хуй знает, типа, такое. Ну, далеко не идеально. Даже венга была бы лучше. Венга, там, Огрымаг, что-то такое. Хуй знает. Даже кристалмейден, наверное, лучше была бы. Если честно, даже кристалмейден. Даже кристалмейден. Кристалмейден, венга, Огр. Кстати, я забыл бана, если кого-то из них забанили, сори. Ну, я не думаю, что это нюкс. Против кого нюкс? Кому ты манал? Вот так-то лучше. Бернить будешь. Или типа, ну... 50кг в чате, пахчан, кто гей плюс в чат. Или типа, потому что нюкс заебись против Квапы... Сайленс все равно. Вообще нюкс довольно-таки юзла против Найкса. Против врыва батрайдера. Смотрите. Против врыва батрайдера венга заебись. Венга контр-инициирует, разрывает связку батрайдера. Все мы это знаем. Десавта тоже заебись против врыва батрайдера. Просто не в курсе, венга в бане или нет. Если венга была не в бане... Это я обруш... Я обрушиваю свою критику на Радиент. Если венга вдруг не в бане... Я проверю чат. Венга в бане, пацаны? Венга в бане? Венга в бане или нет? Да. Ну, если венга в бане, то я не прав. Хорошо. Но венга здесь была бы идеальна вас пик. Если венга в бане, сори. А почему это... Это разве типы, которые на русском разговаривают? Почему у них... Почему они посылают фразу на русском... Не понимаю. Сложно. Ну, сложно было. Пытался разобраться, но было сложно. Так. Надеюсь на интересную игру. Но вы, зрители, интересной игры не ждите. Нихуя, парни. Ну, тяжело ждать интересную игру под кимпиком. Тяжело. Если бы я... Если бы я сейчас был в ранкете, я бы играл на Свенчике или на Драгонайте. Знаете, что бы я сделал? Я бы сделал вот что. Показываю всем. Вот, парни. Вот это вот. Токен с ремейнинг один. Я бы сделал двойные ПТС. Я бы сделал даблдаун. Ранк даблдаун. Я бы просто плюс 50 получил. Вот и все. Вот что бы я сделал. На месте только на этой сон. Я бы нажал даблдаун и все. Потому что я знаю, что я выиграю такую игру. Ну, конечно, я хочу, чтобы была интересная игра. Я всегда, как комментатор, обязан болеть за интересную игру, правильно? Я хотел бы комментировать интересную игру. Но я не вижу, как тут будет интересно. Я просто, ну, не вижу, как. Как они будут, как они будут играть. Опять этот мудак на своем скате! Нахуй ты этого ската купил и нахуй внутренности показывает. Ну, что это такое? Это самый стыд, наверное, из всего последнего, что ГБМ выпускал. Вы прикиньте, насколько Вольво зажрали, что они такое вот выпускают. Вы прикиньте! Ну, что это? Как можно такое вот выпустить? Вот им не стыдно, а, ну... Видите, да? Вы все видите. Внутренности картонные, деревянные. Картонка. Минус курица, дисраплер. Я бы сейчас сделал аплодисменты. Надо просто, ну... Охуенный пик, минус курица. Как можно проебать? Казалось бы, 2-0. Все. Ливайтесь с игрой, дисконнект прописывайте. Все, зачем дальше играть? Как можно, блядь, проебать, сука, курицу на... Бля! Ой, бля! Настолько хуево пикнули, проебали курицу. Ну, просто... Драгонайта загнобят, мы это понимаем. Это я говорю сразу. Как бы, тут... Драгонайта требуется просто купить даггер. ПТ-шку. Быть полезным. Армлетик, да? Армлет, даггер, ПТ. Армлет, даггер, ПТ. Будет полезным. Кстати, несмотря на то, что у Найкса есть рейдж, все-таки против Дарксира стоять... Ну, а не бы придется крипов немножко проебать из этого. Он под вышкой стоит, крипа проебывается под вышкой всегда. Заметьте, он проебал 2 крипа, потому что Дарксир пушит в вышку. Ну, это стандарт. Дарксир против Миличника пушит в вышку, Айоншелл и Коцают. Проебал 2 крипа, потому что пытался добивать под вышкой. Знаете, есть, короче, дебилы. И я их могу называть только дебилами. Они сами виноваты. Это не я виноват. Есть такие вот ребята, которые считают, что сильный игрок в доту, профессиональный игрок в доту, он должен добивать крипов под вышкой уметь. Хуясь. А че не озвучиваются сообщения? А, я понял. Каждая фраза... Окей. Короче, есть такие челы, которые... Да не перебивайте меня. Есть такие челы, которые думают, что, типа, сильный игрок, профессиональный игрок, обязан уметь крипов добивать под вышкой. Но я открою им секрет. В очередной раз, когда я комментирую Мажора Интернешнл, я открою всем этим дурачкам секрет. В этом мире... В этом мире... Нету ни одного дотера, кто умеет добивать крипов под вышкой. Ни одного. Ни одного человека. Запомните это раз и навсегда, пожалуйста. Не будьте дураками, не повторяйте эту хуйню Под вышкой нету ни одного человека в мире, кто бы смог добивать крипов Стабильно, ни одного Ни единого Никого Никогда не было Я проебала, пока пиздел, найс Ну, скорее всего, был Гримс, я так понимаю И все на языках у меня с кинетиком филдом Стан, кинетик филд, ясно Ясно-понятно Я не хочу реплей смотреть, потому что Дота уже 4 года, как Когда вы перематываете назад Игра багается, потом приходится перезаходить в игру Уже 4 года 4 года, 4 года Серьезно Да, это жестко Да мне плевать на рекламу Мне плевать, хотите рекламу, что я есть Мне плевать Если вы будете за ебой, то придется поставить 1000 рублей минимальный донат Потому что я комментировал, вы спамите по 500 На хуй а ты такой вообще живешь? Ты же мусорный комментатор Которого когда-то смотрели... Так не получится Поставлю 1000 рублей Ну серьезно, многие люди пришли смотреть комментарии Я предупредил, я поставлю 1000 рублей Минималку Если продолжите Ну, бессмысленные сообщения, вот типа этого, последнего Стан есть Он мог догонять у него, у него манга есть Почему, почему, он мог его догонять, бить и убивать Гул варкай, плюс мог сделать манга Почему он сразу не догонял изначально Ошибка Свена, ошибка Свена, поля, что он делает? Сван, что плохо сыграл Сван, плохо сыграл парня, Сван, очень плохо сыграл Он тут стоял на месте Начал потом крипа убить Он мог догонять сразу батрайдер Когда батрайдер сюда убегал Он мог его догонять под варкраем У него был манга еще Если еще применить стан Я не знаю, что Свен делает И почему Свен Качает на двойку клиф И на единичку стан Бля... Каким надо быть мудаком, чтобы не прокачивать стан Ну, 75 демеджа за один уровень Ну, это же не 50 Не 25, а 75 Почему не качать стан? Ну, почему? С прокачанным станом на двойку Гарантированно убивал Гарантированно бы Я знаю, что клиф нужно Ну, качать дохуя Я, разумеется, тоже качаю клиф Но стан хотя бы на двойку, тройку надо брать Возможно, стан не стоит докачивать На четверку не брать То есть четверку уже после всех скиллов Но на двойку точно брать На тройку может быть На единичку стан и... Ну, и все Это мало очень Слабо Неправильно Эти 75 демеджа решают в начале игры В таких вот даже ситуациях Это факт Не спорьте, блядь Даже не думайте спорить Мне на свене Когда, ну Когда максимальный рейтинг был Не больше там 7200 У меня на свене На 6КПТС был винрейт 65% Понимаете? Так что не думайте спорить На этом герое знаю точно, что надо делать Найс, фрагус Фраг с вами Коги фармить Тоже правильно Умно От Драгонайта Ни хуя не загнобили Получается В итоге У Драгонайта Нетвордс на 500 Больше, чем у КВП Бля, может вы просто лените Вы сэкономите время Мое Ладно, я хуйню сказал Кто? Я повторюсь Если не говорят кто То тут выбор Между тем, кто задонатил И мной И явно не я Как вообще так получилось Что Драгонайт Опережает Квапу Панетворство на 600 Зачем вообще играть после этого Понимаете, что единственная надежда Команды Дайер То, что они загнобят Драгонайта Как-то потом будут выруливать Пытаться подогнобить Свена Который будет фрифармить А он будет фрифармить У него уже, блядь, 3500 У него сейчас уже будет Мой бля, ну Ну блин, что это 25 минут игра Гарантированная победа Радиант До крипов По пику По пику я говорил Что до крипов уже выиграли Да, я-то говорил Я не хочу, чтобы мои слова Были правдой Потому что хочу какую-то игру 50 минут Типа суперинтересную Но нет, сори Мы имеем то, что имеем Вот такой вот пик Прекрасный, отлично Гениальный Который обосрал С ног до головы В начале игры еще Я-то почему-то понимаю А профессиональные игроки Да, они понимают Но нахуй вы играете доту Блин, значит Можно чем-то другим Заняться в жизни Да хуй знает Ну, знаете Не приехали на интернешнл Они что-то получат, правильно За 16-е место Каких-то денег Я не в курсе Даже не смотрел Не знаю, как сейчас Ну а как так получается Неужели никого не было сильнее Что такие челы приезжают Которые не знают Как пикать даже Что-то меня расстраивает Когда люди пикнуть не могут На чемпионате мира И мы его должны засмотреть Как С вами просто по фрифарме 20 минут И с вами просто закончат Одной кнопкой Нажмет Гадстрэнг Ворвется С даггера И просто ну Райд кликнет И там все умрут И что Ну и что И что И что Да Это жестко Скил Блин Таких челов даже Оверпикать не надо Они сами себя Оверпикнут Ну хз Дисраптора могут забрать Могут в скобочках нет Пацаны решили А что дисраптор не забирали Не пытались Наконец Это все уебищно Даже 3 на 2 Не могут их отпиздить Я потом разберусь Я не могу сейчас разбираться Я комментирую игру Я не знаю о чем это речь Спасибо за 1000 рублей Я потом разберусь Совсем Не переживайте Я не ошибусь Сайтер не щук С два танга Третий уровень Пустой инвентарь Запомни на фарме Покупай его Ты умрешь Деньги потеряешь Ну все Сона мамчика Сейчас пойдет игра Блядь Пусть не тот клиф Я тоже хочу Че это такое у него Покажи шмотки Че Че А то да 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 Видел трайв Steam offer Мне прямо сейчас С этой шмоткой Чтоб был до конца Это игры Steam offer У меня блядь С этой шмоткой Я предупредил Чтоб был Неплохо Я не уверен Что лучше Командер сета Но клинок Я хочу себе Клинок охуенный У меня Radiance International 2 Куда там Radiance Что я покажу вам Когда Я буду уверен Что я не пропущу киллов Свена могут убить Поэтому я не буду Показывать пока Не не убьют Нету ничего Четвертый уровень Бомж не щук Бомжар Кикич Копа ульти качает Ладно я поняла Все Проехали Где мы с начала Покажу Вот мы Свен С радиан Клейвом Ну то есть Без анимаций Чтоб там ульта была Прожета А там древних Чекпот Ясно Блин 3 700 Нетворс Свен Сноу болит В это время И драгонайт Не отстает То самое чувство Когда драгонайт На миде 500 нетворс Клопа на миде 3 800 Против драгонайта На миде То самое чувство Бля Когда интересная игра Самое чувство Когда комментируешь Охреную игру То самое чувство Когда большинство Проголосовало За самую помойную игру Ну ладно Какая разница Не важно Вот у меня меч Без анимаций Но командер сета Заебись Ну и мартал Не щит очевидно Щит и мартал Дефолт Надо будет поменять Клинок На вот этот вот Который у Свена Мне он пиздец нравится Видите этот клиф Столько охуенно Прям реально красиво Тоже хочу Сайенсер пытается выживать На фарме у стик За последние 2 минуты 3 В последние 3 минуты Он нафармил стик и портал Ну Прогресс нормально Скоро 6 уровень нафармит Может быть К 45 Еще один стак Ну бля Я уже говорил По поводу первой игры Как будто играет Стак 7к или 8к Плееров Против стака 5к плееров Ну что это за хуйня Зафармил здесь 4 пачки Зафармил здесь 4 пачки Да вообще всем похуй Просто Ну На На ПТС Какой у них шанс Остановить этого Свена Который просто на таком Фрифарме Он сейчас плохо станет Вы понимаете Что вам Смотрите Попробуйте зайти в ранкет Пикнуть Свена Попытаться пофрифармить Как он сейчас фрифармит Получится ли у вас Да хуй там Вам в паблике Будет Намного сложнее Фрифармить Чем На Интернешнл Вот здесь сейчас Вдумайтесь на секунду Вам в паблике Будет намного сложнее Фрифармить Намного сложнее Я вам гарантирую Я вам Просто Гарантирую Намного сложнее Чем в этой игре Свену Настолько ему просто Играть Ему ничего не надо делать Вот Вот фраг пришел Спасибо Килинг спри 4 пачки Спасибо 4 пачки Спасибо Спасибо Фраг пришел Просто Блять Просто Блять Бегаешь Раскликаешь Криповых героев За 20 минут Заканчиваешь Под Годстрэнг Насколько же Легко Насколько же Противники Мусор Именно Мусор Выносят Мусор Куда Ушел А жаль Как же Он фрифармит Какой шанс У Наикса В курсе В курсе Ребята Что Наикс В 6 слотов Без башера Допустим Свен то его разъебет У Свенчика Anyway ДПС такой Что он его пробивает Сквозь даже его отхил Сквозь всю хуйню Со всей хуйней У Наикса У Наикса Есть только шанс С башером И знаете почему Наикс имеет шанс Против Свена В лейте Потому что Свен не собирает Башер А представьте Чтобы Свен Собирал Башер Тогда бы Наикс Ну а не Проебал бы Дуэль Ну так Я просто Рофл аналитика Ну знаете Все любят Анализировать Один на один На речке На мужиках Если бы Свен Собирал Башер Он бы Наикс Отпиздил На речке Один на один С Башером Наикс С Башером Свен с Башером Но Свен Конечно никогда не собирает Башер Ну в реальной игре 5 на 5 Поэтому Наикс Его может Отпиздить С Башером Но вообще Наикс Башера Проебет А если не оба С Башером То Свен Всегда выиграет Я могу даже Еще больше Прикола Рассказать Думаю Это и так Все знают Свен Марту Отпиздит Один на один Свен В Райс Кинга Отпиздит Один на один Серьезно Марту В Райс Кинга Да Против Марты МКБ Отпиздит Марты Нету шансов Марта Проигрывает В 6 лотов Свен В 6 лотов Свен Покупает Абисал МКБ На речке Один на один Всегда Гарантированно Отпиздит Всегда Ну ладно Может быть Иногда Там будет Три крита Подряд Может быть Окей Свен Ну Ебанутый Герой Очень сильный Лейт Который Очень хорошо Фармит Я Свен Могу Сравнивать С героями Типа Луны И Антимага Почему Потому что Это фармеры Но при этом Свен Это боец Антимага Луна Антимага Это Сыкун А луна Это Сплит Это Лучше Покупай Покупай БМ И Спекрюковый Самокат На Ион Бюки Точка Чем Псс Инфо Удачи То есть Чем Мне всегда Свен Привлекал Нравился Почему Я им Играл Допустим Потому что Антимагом Ты фармишь Да 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 Фармишь Все дела Но ты Сышь Файтов Ты не можешь Подраться Ты понимаешь Что Тебе Ебала Разобьют Как Насчет Перепихнуться Сразу После Как Насчет Нахер Сходить И перестать Ходни В эту Посылать То есть Антимаг Драться Не может А с вами Это Антимаг Который Имеет Баттлфюри Уже На Восьмом Уровне По сути Даже Намного Лучше Потому что Клиф 66% Блин А Баттлфюри 35 И Как бы Может Драться Почти Всю Игру На самом Деле С вами Немножко Имбалансный На самом Чуть Неплохая Инициация Если убьют Драгона Это Сразу Возможно Что-то Получится Инициация Была Хорошая Одна Из Лучших В Теории Для Них Вот Инициация 9.5 На 10 Они Молодцы Но Блин Свена Фрифарми У парня Давайте Даже Идеальная Инициация Они Не могут Их Перебить Но Убить Хотя Что-то Что-то То Что-то Мы Сейчас Видели То Что Мы Сейчас Видели Это 9.5 Черточка 10 Это Была Почти Самая Идеальная Инициация Лучше Чем Это Сделать Будет Очень Сложно То Радиент Проебали Файт Но Потому Что Враги Сделали Идеально Практически Максимально Идеально И Все Равно Свен Выжил Все Равно Толку Ну Не Наверное Есть Толк Кстати Проебал Фраг Извините Да Да Я Не Вижу Особого Импакта С этого Файта Потому Что Свен Выжил Свена Нужно Убивать Если Его Не Убивают Ну Ни К Чему Это Не Ведет Как Стандарт Доты В Каждой Игре Один Герой Который Основной Который Самый Главный Чел В Команде Если Вы Его Убиваете Вы Файт Выигрываете Если Вы Его Не Убиваете То Тогда Спорно Очень Типа От Кор На Котором Строится Игра В данном Случа Это Свен Драгонайт Это Пока Что Драгонайт На самом Деле Пока Что Это Почти Как Саппорт Ну Ну Поняли Что Я Пытаюсь Объяснить Более Доступно Потом В файте Принимает На себя Кучу Демеджа Но Там Демеджа От Него Самого Не Исходит Ну Главное Как Можно Больше Затанковать Там Кого Застанеть Если Свена Не Убивают В Тимфайте То Надо Убивать Всех Остальных Хотя Четверых Там Я Четыре На Два Минус Батрайдер Минус Инициация Без Батрайдера Нету Шанса Драться Батрайдера Они Вообще Даже В теории Не Могут Подраться Они Привязаны К Одному Герою А Потом Они Привязаны К Батрайдер Мертв Нету Шанса Ничего Делать Сайленс Ранит Ульты Нету Шанса Ничего Делать Ну Это Настолько Тупо Настолько Уныло Привязаны Тут Тусуйтесь Вы Ничего Не Сделайте Ну Блядь Сколько Ты лет В доту Играешь Пол Месяца Зачем Ты Пытайся Дергаться Возле Шанс Зачем Ты Тут Стоишь Нихуя Вы Не Сделайте Ну Сука Или Сделайте Аегис Не забирают Окей Ладно Ну Не попытались Но Аегис Уже Забран Я Был Не Прав Я Был Не Прав Окей Но Это Впервые За Сегодня Это Вообще Было Неожиданно Клок Ворвался Я Думал Аегис Заберет Я Думал Все Сам Озовнился Окей Я Был Супер Неправ Вот Так Да Лучше Каким-то Чудом Умудрились Успеть Это Прямо Так Все Оставлю Хотя Блин Хватит Это Реклама Безец Бесконечная Поставил 600 Блин Был Неправ Первый Раз Сегодня Реально Напрягает Не Люблю Быть Неправым Заговорился Зафейлил Печально, что с вами забрал Аегис Сразу упал, хотя бы встал без ульты Блин, какой же хуйный клифф Какой же кайф Все равно ничего не изменилось А мои показатели